В Театре музыки, драмы и комедии прошла торжественная встреча, посвященная 70-летию со дня основания войсковой части 32-80. 18 июня 1947 года был сформирован отдельный стрелковый батальон для охраны комбината номер 813 нынешнего УХК. На встрече однополчан побывала съемочная группа Новорайской вещательной компании. Подробности у Никиты Евсеева. В тяжелые послевоенные годы формирование части проходило в сложных условиях. Город только начинал строиться. Офицеры жили на частных квартирах. Личный состав в помещениях барачного типа, которые отапливались дровами. Несмотря на все эти неудобства, воины части стойко переносили все трудности. Спустя 70-летий, являясь подразделением Росгвардии, военнослужащие войсковой части 32-80 добросовестно и ответственно несут службу, охраняя объекты комбината и город Новоуральск. Командование полка сердечно поздравляет всех военнослужащих за высокие показатели выполнения возложных задач по охране важного государственного объекта и специальных грузов. Мы поздравляем всех вас с праздником, всех вас близких. Благодарим за понимание и за то, что они вместе с вами переносят тяготы и решения воинской службы. В большинстве своем личный состав войсковой части 32-80 укомплектован новоуральцами. Гвардейцы активно принимают участие во многих городских мероприятиях. От лица органов местного самоуправления коллектив части поздравил глава администрации округа Александр Баранов. Воинская часть постоянно является участником общегородских наших мероприятий, активно участвует в патриотическом воспитании подрастающего поколения, за что безусловно огромное спасибо от всех нас. Так же, как и раньше, перед личным составом части стоит ответственная задача охрана и оборона важного государственного объекта – Уральского электрохимического комбината. Благодаря вашей надежной и правильной службе у нас ни разу не было фактов утери ядерных материалов. Это самая главная задача. Другой важнейшей задачи нет. С праздником, с юбилеем. Хочу всех вас тоже поздравить от души. Кабинат, повторяю, надежно защищен, ядерные материалы в надежных руках. Поэтому вам желаю, чтобы у вас было мирное небо над головой, чтобы ваше боевое оружие никогда не пригодилось. Вам всем благополучия, счастья, всеми жизни и все самое хорошее. Ветераны военной службы и нынешние военнослужащие были награждены благодарственными письмами УХК и подарками. За безупречную службу и большой личный вклад в обеспечение безопасности Уральского электрохимического комбината приказом генерального директора комбината награждаются ветеран военной службы полковник Баловник Алексей Николаевич. Ветеран военной службы полковник Ровкин Андрей Павлович. Традиции, заложенные в части на протяжении десятков лет, продолжаются. Работает ветеранская организация, которая помогает военнослужащим в нынешнее время проносить любовь к родине, дух мужества и стойкости. Чтобы вы не обижали друг друга, чувствовали локоть товарища, в едином строю всегда лучше выполнять любые задачи. Не обижайте друг друга, укрепляйте войсковое товарищество. Семейное благополучие. С праздником вас, с юбилеем. После торжественной части для собравшихся выступил военный духовой оркестр. Были исполнены марши, военные композиции и песни, которые настоящие офицеры слушают с замиранием сердца. На протяжении всей 70-летней истории войсковой части Новоуральска в ней проходили службу, знаменитые и славные своими ратными подвигами солдаты. Это ветераны Великой Отечественной войны. Герой СССР Степан Неустроев. Участники войны в Афганистане и на Северном Кавказе. Многие из них продолжатели династии военных. В сложные перестроечные времена иной раз не хватало даже обмундирования. Но военнослужащие стойко выносили все тяготы. Была очень тяжелая ситуация у нас с обеспечением со всех видов роста. Но запомнилось то, что люди, которые служили в нашем полку, всегда с достоинством относились к своей службе. И запомнилось это полк тем, что добросовестность наших людей. В любой ситуации солдаты, офицеры, прапочники с честью несли звание военнослужащей войсковой части 3280. В общей сложности семья наша прослужила больше 120 лет. Отдала долг именно все время, проводя свою службу, или проходя, точнее, свою службу во внутренних войсках. Начинал ее дед Бровкин Павел Васильевич, закончил службу генерал-майором, участвовал в Великой Отечественной войне, был командиром дивизии. Затем династию продолжил мой отец Бровкин Павел Павлович, закончил службу начальником оперативного отделения войсковой части 3469, тоже в звании полковник. Затем я определенную долю внес в служение Отечеству, прослужив 24 года, закончил службу здесь, в войсковой части 3280, командиром полка. Сейчас ситуация изменилась. Государство нацелено на укрепление обороноспособности страны. Наши войска получают суперсовременную технику. Довольствие растет, выделяется жилье. С охотой работать, служить в армии идут не только мужчины, но и женщины. Женщин очень много, но я вам скажу, что они выполняют задачи не хуже, чем мужчины, а порой даже и лучше. Коллектив, я считаю, что слаженный и способен выполнить любую возложенную задачу. Работа в воинской части, родину защищать вообще женская. Ну, я думаю, что без женщины нигде не обойдется. Ваши пожелания однополчанам и ветеранам воинской части? Ну, здоровья прежде всего, потому что у нас нелегкая служба. Выходя на пенсию, они, конечно, скучают, наверное, по нашей службе. Счастья, здоровья, внуков пусть растят, потому что пока служишь, заниматься этим некогда. В 1974 году я приехал сюда и служил, занимая различные должности здесь, в штабе, и не в штабе, и в подразделениях. Я желаю своим ветеранам здоровья, успеха, счастья им, их детям и праздникам. Теплые слова, пожелания мирного неба и здоровья желали и бывшие командиры войсковой части города Новоуральска, 32-80. Поздравляю вас с этим замечательным праздником, 73-й полка. Желаю вам всем ратных успехов, а ветеранам здоровья. Я горжусь теми сослуживцами, с кем служил. Огромное поздравление им, огромное спасибо за то, что они в такой тяжелый период выполняли свои задачи, не зирая на что. И желаю всем ветеранам, всем офицерам, главное, мирного неба над головой и здоровья. Никита Евсеев, Николай Ларионов, Дмитрий Дедюхин. Новоуральская вещательная компания. Объектив. Итоги.